Всем привет! Сегодня я расскажу о классической игре от известного немецкого дизайнера Райнера Книце, которая называется Ra. Сама игра вышла еще в 1999 году, и мы посмотрим самый новый репринт от компании Windrider, подразделение Asmode. Они довольно сильно переделали оформление, и об этом чуть позже. Посмотрим, что в коробке. Сама она большая и массивная, квадратная. На коробке написано «Игра о богах и славе в Древнем Египте» из серии «Классика Евро». Играть могут от 2 до 5 человек возрастом от 14 лет, а займет она от 30 до 60 минут. Буклет с правилами игры. Подсчет очков ведется после каждого раунда, то есть после каждой эпохи, и это небольшие напоминания игрокам, что и как будет учитываться. Далее, общее игровое поле из достаточно плотного картона, неплохого качества, и некоторые части поля рельефные. Картонные компоненты, жетоны. Качество тоже отличное, выдавливается замечательно. Например, жетон солнца, который игрок будет использовать для участия в аукционе. Тайл фараон. Очень плотный, хороший картон. Таблички с призовыми очками. И пластиковая фигурка. Ра. Она в игре одна. На мой взгляд, очень хорошего качества, детализированная. И мешок из ткани, в котором и будут находиться все тайлы. Больше в коробке ничего нет. Сетап в игре очень простой. Положим общее поле между игроками, и как всегда смотрим игру на двоих. Раздадим игрокам по одной табличке, по 5 очков, и положим их лицом вниз. Также каждому игроку раздадим жетоны солнца, а какие именно, указано в правилах. В данном случае, одному игроку достанутся такие, а второму такие. Используя жетоны солнца, игроки будут делать ставки, за которые они потом получат очки. В конце каждого раунда, каждый желтый тайл, тайл бога, принесет игроку 2 очка. В игре 5 видов тайлов цивилизации, или тайлов технологии. Если на конец раунда у игрока 0 таких тайлов, то он отдаст 5 очков. Если он набрал 3 вида таких тайлов, то он получит 5 очков. За 4 – 10 очков, и за 5 видов – 15 очков. Каждый тайл реки принесет игроку 1 очко, но только в том случае, если один из этих тайлов будет тайлом разлива. За большинство зеленых тайлов, фараонов, игрок получит плюс 5 призовых очков, а тот, у кого их меньше всего, получит минус 2 очка. Скоринг тайлов монументов ведется только в конце третьего раунда, то есть в конце игры. И также в конце игры мы подсчитаем сумму на жетонах солнца. За свой ход игрок может выполнить одно из следующих действий. Первый – либо выложить тайл на аукцион. Второе – используя тайл бога, забрать один тайл с аукциона. И третье – начать аукцион, объявив «Я прозываю Ра». Начнем игру. Первый игрок из мешка нога достает один тайл, это белый тайл, технологии, и выкладывает его на трек аукциона. Второй игрок точно так же достает еще один тайл, и это тоже оказался белый тайл, другого типа. Первый игрок достает зеленый тайл, фараон. Второму игроку попался тайл река, и первый игрок говорит «Я призываю Ра», и объявляет тем самым аукцион. Во время аукциона игроки делают ставки при помощи своих жетонов солнца, и игрок, у которого находится фигурка Ра, делает это последним. То есть он уже будет знать, какой жетон выложил другой игрок. Второй игрок говорит, что он сделает ставку 3, и первый игрок выкладывает 5. Так как 5 больше, чем 3, он выигрывает данную аукцион и забирает себе все 4 тайла. Примечательно, что тот жетон, при помощи которого была сделана ставка, теперь выкладывается в середину поля. А начальный жетон, единица, уходит первому игроку для следующего раунда, и мы перевернем его, чтобы показать, что он уже был использован в данном раунде. Второй игрок выложил тайл Монумент, первый игрок также Монумент, и второй игрок вытащил тайл Ра, который он поставит на соответствующее место на треке Ра. И данный трек служит своеобразным таймером до конца раунда, как только будет выложен последний тайл Ра, раунд немедленно заканчивается. Так как был вытащен тайл Ра, начинается аукцион, первый игрок должен будет сделать сначала ставку, он говорит, что он пропустит. Второй игрок возьмет солнце с цифрой 3, выложит его на середину поля и заберет цифру 5, а также оба тайла. Первый игрок, и ему опять попался тайл Ра, в данном случае, так как ставки делать нет смысла, оба игрока пропустят, и раунд продолжается. Второй игрок достал тайл Погребение, а это означает, что тот игрок, который выиграет тайлы из данного аукциона, обязан будет отдать 2 зеленых тайла, тайла Фраона. Первый игрок достал тайл Монумент, далее тайл Золото, и первый игрок опять вытащил символ Ра, и оба игрока говорят, что они пропускают, раунд продолжается. Тайл Реки, зеленый тайл, желтый тайл, тайл Бога, тайл Золото, и второй игрок говорит, ра, и тем самым открывает аукцион. Достаточно много хороших тайлов на доске, и первый игрок решает сделать ставку 6, второму игроку тоже нравятся эти тайлы, и он делает ставку 7, и забирает себе солнце с цифрой 3, и также все тайлы. К сожалению, зеленый тайл ему придется отдать, так как у него нет второго зеленого тайла, ничего больше не происходит. Первый игрок выкладывает тайл Реки, второй игрок Монумент, тайл Ра, и оба игрока пропустят. Второй игрок Монумент, первый игрок Река, и это тайл Разлива, который и даст возможность активировать тайлы Реки. Монумент, зеленый тайл, еще один тайл Ра, вытащил второй игрок, и начинается аукцион. Первому игроку очень понравились данные тайлы, и он выкладывает 9, зная, что второй игрок ничем ему ответить не может, и поэтому он заберет себе все данные тайлы, но 9 теперь останется на середине доски. Новый тайл, тайл Разлива. Второй игрок использует желтый тайл, тайл Бога, для того, чтобы забрать данный тайл себе, и желтый тайл уходит из игры. Первый игрок вытаскивает еще один тайл Ра, тем самым первый раунд немедленно заканчивается и ведется подсчет очков. Подсчитаем очки. Желтых тайлов нет ни у первого, ни у второго игрока, то есть 0 очков. Тайлы золота дают по 3 очка, и таких тайлов 2 у второго игрока, он получает 6 очков. Далее тайлы технологии или тайлы цивилизации. За 2 таких тайла дается 0 очков, но у второго игрока таких тайлов нет, и это означает, что он отдаст 5 очков. Далее тайлы Реки. У обоих игроков есть тайлы Разлива, значит все тайлы будут активированы. По одному очку за каждый такой тайл 3 очка у первого игрока и 2 очка у второго. Также сравним количество зеленых тайлов. У первого игрока их 2, у второго 0. За большинство первый игрок получит 5 очков, а второй отдаст 2. На конец первого раунда у первого игрока 13 очков и у второго 6. Таким образом играются 3 раунда. В конце третьего раунда также проводится подсчет очков за монументы и за жетоны солнца. 3 одинаковых тайла монумента принесут игроку 5 очков, 4 – 10 и 5 – 15 очков. Также различные виды монументов, которые есть у игрока. Если у него их до 6, то они принесут по одному за каждый вид. Если видов монументов у него 7, то он получит 10 очков, а если 8, то 15. Также игрок, сумма цифр, у которого на жетонах солнца выше, получит плюс 5 очков и тот, у кого ниже – минус 5. Таким образом играется игра раунда. Неплохой такой несложный аукцион. И в конце хотелось бы сказать несколько слов по поводу редизайна. На мой взгляд он достаточно сделан непродуманно. С одной стороны тайлы хотелось бы хранить в данном мешке, но он достаточно маловат. И, во-первых, из него не очень удобно доставать тайлы, а также их перемешивать. И в данной игре очень важно, чтобы тайлы были хорошо перемешаны. Также данный мешок очень плохо помещается в коробку, то есть тоже несколько недодумали. Как я не старался уложить все тайлы в мешке в коробку, это сделать не удается, поэтому придется либо вытащить поддон, либо хранить тайлы без мешка. Общее качество компонентов неплохое, но данный недостаток несколько удручает. Ну а в остальном не буду рекомендовать эту игру вдвоем, но если вы часто играете втроем и больше, то неплохой аукцион. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем замечательного дня.